Трамвайное депо Трамвайное депо И предыстории появления альбомов Группы «Центр», «Цветок и мотылёк» и «Учитесь плавать» Эти альбомы были выпущены в серии переизданий На лейбле «Союз Мьюзик» на одном компакт-диске Почему получилось так, что эти два альбома, которые были записаны с разницей примерно в год Вышли на одном компакт-диске? Причина довольно простая Дело в том, что альбом «Цветок и мотылёк» он очень непродолжительный по время звучания Альбом «Цветок и мотылёк» длится всего 23 минуты Большинство песен или композиций на нём вообще длятся 1 минуту То есть на нём очень много всяких миниатюр, скетчей и зарисовок Поэтому было решено объединить два альбома «Цветок и мотылёк» И «Учитесь плавать» в один релиз на компакт-диске То же самое было сделано и с альбомами, которые тоже были непродолжительные по время звучания Это альбомы «Центр. Однокомнатная квартира» и «Чтение в транспорте», Которые также выходили в переизданиях на компакт-диске под названием «Ранняя электроника» Я начну рассказы об альбомах, так как они представлены на компакт-диске То есть сначала мы поговорим об альбоме «Цветок и мотылёк» А затем перейдём к рассказу о записи альбома «Центр. Учитесь плавать» А в части рассказа об альбоме «Учитесь плавать» принимает участие гитарист группы «Центр. Восемьдесятых годов» Виталий Чурелов Который принимал участие в записи альбома «Учитесь плавать» Итак, альбом «Цветок и мотылёк» был записан в конце 1984 года в той же студии Которой заведовал Андрей Пастернак в Центральном доме актёра ВТО Всесоюзное театральное общество, который находился на Пушкинской площади В угловом доме с улицей Горького Ко второй половине 1984 года в группе «Центр» произошли довольно-таки большие изменения Группу покинул барабанщик Карен Саркисов, которого призвали в армию после окончания института В его педагогическом институте не было военной кафедры, поэтому забрали в армию на полтора года Также от группы отошёл клавишник Алексей Локтев И в группе назрели перемены, как в составе, так и в ситуации с нашей репетиционной базой У нас была база какое-то время в ДК Яузо в Москве, потом её не стало И была такая, как бы, что ли, переходная ситуация между составами, между базами Ну и вообще конец 1984 года ознаменовался всякими запретами, чёрными списками в отношении подпольных и не только рок-музыкантов Для тех, кто интересуется историей группы «Центр» Ну и вообще московским подпольным роком 80-х годов, что происходило с группой И в Москве в частности Рекомендую послушать один из подкастов «Трамвайное депо», который был посвящён рассказу о записи альбома «Тяга к технике» «Тяга к технике» была записана летом 1984 года В этом подкасте участвует барабанщик группы «Центр» раннего состава Карен Саркисов И мы там довольно подробно обсуждали вообще, какая была ситуация с музыкой и с группой С нашими репетиционными базами как раз в 1984 году Что стало как бы предысторией к появлению из записи альбома «Цветок и мотылёк» Алексей Локтев, клавишник группы, который не участвовал в записи альбома «Тяга к технике» По причине того, что он уже довольно плотно подсел на наркотики И уже потерял, на мой взгляд, интерес к репетициям и участию в группе Но всё равно я с ним дружил и мы поддерживали отношения И как раз вот к концу 1984 года я с ним несколько раз общался Я сказал, что я хотел бы записать такой новый, может быть, несколько необычный альбом «Центр» Потому что у нас сейчас вот идут перетрубации в составе Ты уже как бы и не являешься постоянным участником группы, клавишником Но мы тогда записали с ним альбом в 1983 году Я услышал Локтеву практически вдвоём альбом «Однокомнатная квартира» Вот я сказал ему, слушай, вот у меня есть идея записать что-то в стиле «Однокомнатной квартиры» В плане того, что это будет как бы сделано спонтанно У меня есть несколько новых песен, которые войдут в этот альбом А остальное, как идея, непосредственно в студии сделать какие-то миниатюры, какие-то эксперименты Вот, и Локтев мне показал, у него была такая какая-то музыкальная тема Которую он мне продемонстрировал на таком маленьком синтезаторе Которую, скорее даже не синтезатор, а такая музыкальная игрушка «Кассио» В начале 80-х годов были распространены и популярны вот эти маленькие «Кассиатоны» И это была такая музыкальная тема, из которой произросла композиция развлечений по понедельникам То есть это, наверное, была последняя песня, которую вот мы с Локтевым сделали вдвоем в 80-е годы То есть у него вот это была тема, с которой начинается эта песня, которая играет на басу во время записи Юрия Иванова Вот, и вот на этой теме как бы это все заканчивалось, его музыкальная идея И у нас уже как-то был наработан такой стиль, что если у Локтева там появлялось несколько каких-то музыкальных идей То он мне их показывал, а я их как-то дорабатывал, писал текст, там дорабатывал куплет, припев И из этого получалась такая цельная композиция Так же и вот произошло с композицией развлечений по понедельникам То есть я написал текст, сформировал куплет, припев, ну сделал структуру песни И эта песня как бы явилась, ну что ли, началом для создания вот этого альбома «Цветок и мотылек» В то же время у меня была готова песня «Валентина», которая по тексту тоже такой как бы мой стиль Вот, начало 80-х годов я сделал такой калаш из своего текста и стихотворения Игоря Северянина Такой монтаж У меня была готова песня «Подземный ход» и у меня была готова песня «Цветок и мотылек» По ходу рассказа о записи этих альбомов «Цветок и мотылек» и «Учитесь плавать» Я буду отвечать на вопросы, которые поступили в подкаст и которые имеют отношение или к этим альбомам Или вообще к каким-то концепциям и истории группы «Центр» И вопрос звучит так, это как бы совокупный вопрос Откуда у группы «Центр» или у Василия Шумова был интерес и откуда мы брали такие песни в стиле ретро? То есть разговор идет о песни таких как «Эх, Андрюша», «Испана Сюиза» Вот на этом альбоме «Цветок и мотылек» есть песня «Миранда» И ряд других на ранних альбомах «Центра» Есть такие произведения, которые произрастают из эстрады Советской эстрады, может даже какой-то дореволюционной эстрады Которые выходили на пластинках еще для патефона Являюсь ли я каким-то коллекционером или любителем или каким-то историком Вот этой советской эстрады 20-30-40-х годов Ответ Никто из нас в группе «Центр», включая меня, не были ни любителями, ни коллекционерами, ни знатоками Вот этой музыки советской эстрады Довоенной или там сразу послевоенных 30-х, роковых, начала 50-х годов А все эти песни я получал от Евгения Головина С которым мы очень много и довольно часто общались в то время То есть когда мы обсуждали, что происходит с группой «Центр» Ну вот я Жене рассказывал, что вот мы записали то, это, такие вот песни, такие есть идеи И мы использовали несколько песен Евгения Головина Которую мне он также показывал вот на наших с ним встречах Он говорил, что он знает массу песен, вот еще такой довоенной эстрады Которые мне в то время были неизвестны В частности, он знал песни, ну что значит знал? Он знал тексты и музыку Он мне показывал на гитаре и исполнял песни из репертуара Такой был знаменитый певец Петр Лещенко И Вертинский И был еще такой тоже певец Вадим Козин Который был тоже очень популярен до какого-то там 50-го года Когда его посадили в ГУЛА И появилась такая мысль, что можно попробовать что-то вот из этих песен Вот этой довоенной советской эстрады Включить в альбомы группы Центр Но их как-то переделать или изменить практически до неузнаваемости По сравнению с оригиналом И это был бы как бы такой тоже момент вот идеи группы Центр Группа была экспериментальная, авангардная Группу называли концептуалисты советского рока И когда Евгений Головин исполнял на гитаре вот какие-то песни вот этой советской довоенной эстрады И я иногда их записывал, то есть я брал лист бумаги, записывал текст Вот прям Женя поет И я говорю, сейчас подожди, я запишу значит текст, может пригодиться Записывал аккорды, те которые играл Евгений Головин И так у меня появлялось несколько листов вот этого текста с аккордами С песнями вот этой советской эстрады Как Женя рассказывал мне, что это был или Петр Лещенко, или Вертинский Или Вадим Козин, или еще кто-то Я не помню всех исполнителей и тем более авторов Авторов и Головин сам не знал Более того, некоторые песни, я там не углублялся Кто автор, кто исполнитель А откуда песня произросла Я иногда думал, что это песня самого Головина То есть это в моем понимании Я особо, опять же, говорю, я его не расспрашивал, что и как Вот, с этими песнями Потому что сам Головин сочинял Некоторые свои песни вот в таком стиле Стиле романсов, фокстротов 30-40-х годов Но это были песни его уже собственно авторского сочинения Потом выяснялось, ну, через много лет уже вот с появлением интернета Это, что ряд песен, которые мне тогда показывал Евгений Головин И я их записывал, значит, вот тексты и аккорды И как-то запоминал мелодию Оказалось, что они довольно далеки от оригинала Допустим, вот песнях Андрюша Вот с появлением интернета стало возможно где-то найти оригиналы И Андрюши, и других песен Вот из репертуара Петра Лещенко Которые вошли в разные альбомы Центра Оказывалось, что там текст, да и мелодии, и аккорды Они значительно отличаются от того, как мы ее исполняли От того, что было в оригинале То есть, получалось вот что Что Евгений Головин по памяти мне исполнял Какие-то вот композиции Ну, в частности, вот эта Андрюша Или вот даже эта Миранда Которая есть вот на альбоме «Цветок и мотылек» А Андрюша на альбоме «Чтение в транспорте центра» Я их записывал, как я их слышал Это где-то там за бутылкой портвейна Где-то на кухне или у него дома На улице у Авилова или у меня дома Или где-то в какой-то компании у кого-то дома Вот, в совершенно неформальной обстановке Без всяких этих там углублений в детали текста и так далее Иногда я записывал какие-то отрывки текста Мне приходилось потом самому дописывать строчки Ну, чтобы совпадали там куплеты Чтобы была вот ритмика Чтобы не было пробелов текстовых Поэтому все песни вот Ну, практически все Из такого ретро стиля Которые появлялись в обработках группы «Центр» И в моем вокальном исполнении Они являются какими-то такими, ну, скорее Интерпретациями оригиналов от советской эстрады 20-х, 30-х, 40-х, начало 50-х годов Вопрос Кто участвовал в записи альбома «Цветок и мотылёк»? Ответ Ну, как я уже сказал ранее в этом подкасте Знаете, что к концу 84-го года У группы «Центр» был такой, ну, скажем, переходный период В плане формирования состава Люди приходили, уходили Но К тому времени в группе «Центр» появился новый барабанщик Саша Васильев Он был намного моложе меня Ну, он был лет на 5-6 моложе А это довольно-таки ощутимая разница То есть, когда мне, допустим, там 26-27 лет, а ему 20-21 год Вот И он впервые вот участвовал в записях «Центра» на этом альбоме Хотя альбом электронный, то есть на нём использовались драм-машины И всякие девайсы, которые были типа ритм-боксов Вот, всё равно Саша Васильев принимал впервые участие в записи альбома «Центр» Потом он стал таким как бы штатным барабанщиком группы «Центр» до конца 80-х годов И на этом альбоме вот впервые слышен его голос Из предыдущего состава «Центра» в записи принимал участие гитарист Валера Виноградов И клавишник Алексей Локтев, которого я как-то, ну, что ли, уговорил, как-то мотивировал Чтобы он принял участие в записи, как вот мы записывали с ним практически вдвоём альбом «Однокомнатная квартира» Также в записи принимал участие бас-гитарист Юрий Иванов Он играл многие партии на бас-гитаре И также вот всё, что звучит, вот звук губной гармошки На альбоме «Цветок и мотылёк» тоже Юрий Иванов Также в альбоме принимал участие музыковед, искусствовед Татьяна Диденко Вот её голос звучит на песне «Цветок и мотылёк» Татьяна Диденко в то время мы с ней очень довольно часто общались, встречались И она принимала участие в концертах группы «Центр» Когда у нас была вот эта программа «Любимые песни» Где мы сделали переработки песен советской эстрады А также в этом альбоме принимали участие многие люди, которых я не знаю Которых я даже не помню или не могу точно вспомнить, кто именно принимал участие Там вот голоса слышны, подпевки слышны, какие-то разговоры слышны на этом альбоме в композициях Значит, по-моему, там принимал участие парень, которого звали, если не ошибаюсь, Максим Он работал в этом же доме актёра То ли он был помощником звукорежиссёра Андрея Пастернака То ли он ещё там кем-то был То есть он там был, в этой студии, где я всё записывался, и он принимал участие Также я просил своих знакомых помочь мне привезти аппаратуру в эту студию И они принимали участие в записи, потому что они там находились Так что вот такой состав принимал участие в записи альбома «Цветок и мотылёк» Вопрос Какие электронные девайсы или синтезаторы использовались при записи альбома «Цветок и мотылёк»? Слышны странные звуки какой-то электроники Что это было? Ответ Ну во-первых, у нас был небольшой набор вот этих таких портативных синтезаторов Или клавишных, или как они назывались, «Кассиатоны» фирмы «Кассио» То есть у нас в начале был свой собственный такой маленький, вот у Лёши Локтева был «Кассио» «Кассио» Вот если вы смотрели фильм «Время отдыха от субботы до понедельника» Там в эпизодах снималась группа «Центр» И там вот в одном эпизоде Алексей Локтев держит в руках вот этот «Кассио ВЛ-1» Который часто звучал на записях «Центра» Вот в магнитофонных альбомах начала 80-х годов То есть Локтев научился на нём неплохо играть С учётом того, что на этом «Кассиатоне» «Кассио ВЛ-1» нет клавиш Там просто такие небольшие кнопочки Так вот Локтев как-то освоил игру вот на этом портативном карманном «Кассио ВЛ-1» И играл довольно-таки неплохо, как клавишник А клавиш не было, там были просто такие кнопочки Также мы у знакомых попросили на время вот этой нашей записи Альбома «Цветок и мотылёк» Два или три других «Кассио» «Кассиатона» То есть это тоже были такие игрушечного типа Маленький электронный клавишный инструмент со встроенными ритмбоксами Но у них уже хотя бы были клавиши Клавиши небольшого размера Ну вот эти обычные клавиатуры Такая, не знаю, на две, на две с половиной октавы Где вот есть и белые, и чёрные клавиши Вот, и на которых играл Локтев И я играл на этих «Кассиатонах» во время запись Вот этот «Кассиатон» такой звучит-то на самой первой композиции Вот там этот ритмбокс из этого «Кассиатона» идёт и звук этого «Кассиатона» На композиции «Основатели» Также мы использовали такой ритмбокс Даже не ритмбокс Даже не ритмбокс, а какой-то самодельный Самопальный электронный инструмент Который принёс Юра Иванов У него был дома Такой сделанный Такое ощущение, как в каком-то советском НИИ Каким-то кулибином советском То есть там были такие Советские переключатели Он был размером, ну, наверное, такая металлическая коробка Тоже сделанная где-то в каком-то НИИ В том же, наверное, НИИ советском радиоэлектронике Размером, ну, не знаю, там 40 на 40 сантиметров И высотой, наверное, сантиметров 30 Такая коробка металлическая Со всякими переключателями Тоже такими, знаете, как Была на советской аппаратуре Аппаратура Которая была в советсколых Кабинетах физики То есть сегодня Такой девайс бы назвали Винтажная, аналоговая Лоу-фай Электроника То есть этот прибор Он издавал какие-то шипящие звуки Такие аналоговые И его можно было как-то Юра Иванов узнал, как его запрограммировать Как драма-машину То есть вот этот девайс Это чудо техники Он звучит, допустим, на треке Валентина На треке Амундсон Скотт Еще вот на ряде других То есть вот Все, что звучит вот это странно Вот какие-то барабаны Такие совершенно лоу-фай Непонятно вот откуда этот звук То есть это вот из этой коробки Такого самодельного ритм-бокса Ну или как теперь Гламурно называют Винтажная, аналоговая Лоу-фай Электроника семидесятых Вопрос На альбоме Цветок и мотылек Много очень Непродолжительных композиций По одной минуте По тридцать секунд Композиция Махаон Длится вообще тринадцать секунд Расскажите об этих композициях Как они были созданы Ответ Ну, к тому времени К концу 84-го года У центра уже был такой опыт И у меня В частности Создание таких Коротких Миниатюр Скетч из рисовок Которые Были Часто созданы И придуманы Прямо находясь в студии Или у меня была Какая-то Идея О которой я вспоминал И вот она воплощалась Прямо во время записи С использованием Подручных средств Что было Значит у нас Из гитары Из каких-то ритм-боксов И с участием Ребят Которые находились В тот момент В студии Допустим Вот композиция Махаон Который длится Тринадцать секунд Вот Это звук Вот из этого Кассиатона Какого-то такого Полуигрушечного Который мы взяли У знакомых На прокат Для записи Вот И Так как бы Концептуальная композиция Где вот Развитие бабочки От нуля До Махаона Вот А голос Это вот кстати говоря Голос Саши Васильева Нового на то время Барабанщика В группе Центр Или композиция Самолеты Которая тоже Длится минуту Она сделана На основе Какой-то советской песни Из какого-то советского кинофильма Который у меня засел На подкорочке Еще с детства Когда я видел Какой-то советский фильм По телевизору И там вот первым делом Самолеты Ну а девушки потом Вот И вот эта строчка У меня всплыла Когда как раз В этой студии Вот мы ее быстренько оформили Вот В эту композицию Самолеты Композиция Амунсен Скотт Это фрагмент Песни Евгения Головина Текст А мы ее тоже Вот оформили В такую миниатюру Тоже Которая длится минуту Композиция Один, два, три и Которая длится Тридцать секунд Это как бы Вторая часть Песни Подъезд Которая Есть на альбоме Однокопная квартира Это такое Типа Вой Мычание Молодежный Молодежного хора Который собрался Где-то неформально Или в подворотне Или в подъезде То есть Это тоже Вот такое Как бы Ну экспериментальное пение Если можно так сказать И если Когда-то Будет ситуация Что Концерт Центра Будет В концерт Центра Какой-нибудь В будущем Будет включен Момент Акапельного пения То вот Эти две композиции Подъезд Вой Вот молодежи Без слов Из альбома Однокомная квартира И вот Это Акапельное Исполнение Как бы вторая часть Песни Подъезд Один, два, три И То есть они могут Вместе быть представлены На таком Концерте Центр Акапелла Вопрос На альбоме Цветок и мотылёк В композициях Просматривается Стилистика Такой Пиратской Романтики Какой-то Романтической Литературы Скажите Пожалуйста Как это Получилось Ответ У Центра На этом альбоме Присутствует Такая Пиратская Романтика Навеянная Произведениями Стивенсона Саботини То есть Такие книги Как Одиссея Капитана Блада Остров сокровищ Робинзон Круза Ну и такой Литературы Которые В принципе Вот Тогда в СССР Да и может быть Сейчас Она как-то считается Что это литература Для Среднего школьного Возраста Ну допустим Книжку Остров сокровищ И Остров сокровищ Я прочитал в каких-то Начальных классах Школы То есть В советских Библиотеках И в школьных Библиотеках Эти книги Располагались На полках Которые Как бы Назывались Книги Для детей И юношества А когда я Познакомился В конце 70-х С Евгением Головиным И мы стали Часто общаться И вот как-то Стали исполнять Его песни Я ему показывал Свои песни Вот говорили о разных Идеях Оказалось Что Евгений Головин Обожает Вот этот стиль Один из его Любимых персонажей Это вот Капитан Блад Писатель Саботини Роберт Льюис Стивенсон Книга Робинзон Круза И он Относился Такого рода Литературы Очень серьезно Он совершенно не считал Что это какая-то Детская литература Литература для Подростков Для школьников Он Крайне Серьезно И вдумчиво Относился Такого рода Писателям И Такого рода Книгам Много из этих Книг Часто он цитировал Во время Вот нашей встречи Или в каких-то Компаниях Все кто Знал Лично Головина Могут это подтвердить Что это я не придумываю Капитан Блад Был один Из его Любимейших Литературных героев Он Считал Что вот Жизнь пирата Это вот как надо Жизнь Мужчине Вот поэтому На ранних Альбомах Центра И присутствует Вот такой стиль Пиратской романтики Просто романтики Черной романтики Французской романтики Вот поэзии Символистов Или романтики Вот серебряного века Поэтов Вот так что Это вполне Довольно такая Серьезная Литературная Направленная Есть И Великолепные книги Великолепные авторы Под влиянием которых Были написаны Многие песни Группы Центр Сейчас мы Прервемся На небольшую Саморекламную Паузу После Которой Мы Продолжим Рассказ Уже об альбоме Учитесь Плавать elephants Начинаю Отчет Раз Слушайте И подписывайтесь На подкаст про мэн А депо Всё Продолжаем отчёт два. Слушайте и подписывайтесь на подкаст. Трамвай на ЭПУ, всё группит Центр. Завершаем отчёт три. Слушайте и подписывайтесь на подкаст. Трамвай на ЭПУ, всё группит Центр. Продолжаем рассказ о компакт-диске группы «Центр», в котором представлены два альбома «Цветок и мотылёк» и «Учитесь плавать». Сейчас мы расскажем об альбоме «Учитесь плавать». И в этой части подкаста принимает участие гитарист группы «Центр» 80-х годов Виталий Чурилов, который принимал участие в записи альбома «Учитесь плавать». Привет, Виталий! Рад тебя снова видеть в нашем подкасте «Трамвайное депо». Привет, Василий! Привет всем слушателям подкаста «Трамвайное депо» и привет всем любителям творчества группы «Центр». Сегодня мы вспоминаем, как создавался альбом «Учитесь плавать». И если мне не изменяет память, мы его записали в 1986 году, в самом начале, где-то весной. Дело в том, что 1986 год вообще был очень продуктивный для группы «Центр». Мы записали сразу несколько альбомов. Так вот «Учитесь плавать» оказался первым из них. Да, «Учитесь плавать» был записан где-то на стеке 1985-1986 года. Далее в 1986 году мы записали «Артюра Мбо», «Любимые песни». И потом уже стали пробовать записывать что-то в моей домашней студии. И первым опытом был альбом «Замечательные мужчины». Общая ситуация, связанная с выходом этого альбома, была, как мне кажется, достаточно типичной для нашей группы. Мы довольно прилично все отрепетировали на нашей репетиционной базе. И сама по себе запись этого материала заняла, я думаю, не более трех дней. Мы здесь в подкасте уже говорили о том, что несколько альбомов группы «Центр», относящихся к середине 80-х годов и ближе к концу, были записаны в студии ВТО на Пушкинске, где работал звукорежиссер нашей группы Андрей Пастернак. Ну и вот мы, как обычно, в пятницу вечером со всем нашим имуществом, необходимым для записи, я имею в виду музыкальные инструменты, эффекты, девайсы, как сейчас говорят, и так далее, мы заехали в эту студию. И, в общем, у нас было достаточное количество времени, чтобы реализовать наш материал, поскольку в выходные там никого не было никогда, и эта студия была свободна. Вот, обстановка во время записи была просто прекрасная в студии, очень творческая, очень такая раскрепощенная. И мы постоянно что-то, как обычно, там додумывали, придумывали во время записи, добавляли. И вот. И мне кажется, что в конечном итоге это сказалось на общий результат. Вот здесь вопрос, кто принимал участие, кто на чем играл на альбоме «Учитесь плавать». Ну, к тому времени, значит, у нас состав был такой, что вот Виталий Чурилов, Василий Шумов, Александр Васильев и Валерий Виноградов. В студии, опять же, с нами принимал участие бас-гитарист Юрий Иванов, который одинократно с нами записывался раньше. Он играл на бас-гитаре на некоторых треках и играл на губной гармошке. Ну, а что касается инструментов, то мы играли на своих гитарах, всякие гитарные эффекты у нас были. Но из-за того, что запись была без живых барабанов, мы использовали ритм-бокс, драм-машину, такую небольшую, но очень неплохую, на мой взгляд, Босс ДР-110 Доктор Ритм. Я думаю, что в целом альбом получился довольно разнообразный как по музыкальной стилистике, так и по использованию в нем довольно большого количества различных шумов, каких-то потусторонних музыкальных инструментов, звуков и так далее, которые были взяты из других музыкальных носителей в виде пластинок, я не знаю, или магнитофонных пленок. И иногда это звучало действительно довольно неожиданно. У меня к тому времени была небольшая коллекция всякой на виниле, как теперь говорят, пластинок со всякой экспериментальной электроникой, какие-то французские авангардные композиторы, какие-то минималисты. И фрагменты, ну, такие совершенно короткие сэмплы из этих пластинок звучат на альбоме «Учитесь плавать», как такой саунд-дизайн, что ли, если можно так назвать. Также использовались звуковые эффекты из библиотеки ВТО. Всякий всплеск воды, кто-то гребет на лодке. А это уже из библиотеки «Дома актеров», в котором происходили различные театральные спектакли. Андрей Пастернак занимался озвучиванием этих спектаклей. У него была небольшая библиотека вот этих театральных звуковых эффектов для спектаклей. Ну и, конечно, нельзя не отметить, что, если говорить о текстах, исполняемых на этом альбоме, песен, композиций, очень существенным фактором явилось использование такой черной романтики, поэтической гения Головина. Да, вот в частности на этом альбоме есть песня Головина «Кони Йоту», которая исполняется полностью. То есть, естественно, я по памяти восстановил музыку и текст, но она максимально близко звучит так, как ее исполнял Головин под гитару. Там тоже есть всякие звуковые эффекты, которые мы наложили уже после того, как мы ее записали. А сам Женя Головин довольно-таки интересовался всякими шаманами и вообще всем таким необычным, потусторонним. И много читал исследований о шаманах, какими качествами, какими энергиями должен обладать шаман, как посвящают в шаманы, как шаманы могут общаться друг с другом, находясь на различных континентах. Ну, допустим, один шаман находится на севере Советского Союза, а другой шаман где-то находится в Центральной Африке. Так вот, между ними существует какая-то такая мистическая связь. Надо сказать, что вот лично с Головиным я, например, познакомился сразу практически после реализации этого альбома. Василий, ты помнишь, я как-то к тебе приехал вечером по каким-то делам нашим, и он там сидел у тебя, и ты нас познакомил таким образом. Ты сказал, что вот, пожалуйста, познакомьтесь, молодые люди. Это, значит, вот автор песни «Ритм», а это ее исполнитель. Вот. А я, кстати говоря, эту песню «Ритм», которая вошла в альбом «Учитесь плавать», она была последним номером, по-моему, я ее пел. Вот. Я никогда до этого не пел на записях нашей группы, но вот тут вот как-то так получилось, что спел. Вот. И как раз это была песня, вот, текст, который написал Голови. У меня, кстати говоря, к моменту начала записи «Учитесь плавать» было несколько уже готовых песен, которые мы репетировали. И вот песню «Пение путешественника» я ее написал намного раньше, то есть несколько лет назад, но ее никак не могли мы записать, руки не доходили. То есть эта песня могла быть записана на более ранних альбомах центра, но вот только мы ее записали на «Учитесь плавать». Ну, и если говорить более детально о музыкальных номерах, вошедших в этот альбом, то, пожалуй, мне вот наиболее духовно близки «Марианская впадина», «Пение путешественника», ну и, конечно, главная композиция этого альбома «Учитесь плавать», которую, кстати говоря, впоследствии, так же, как и песню «Ритм», мы очень часто играли в наших концертах. Хочу подробно рассказать о композиции «Марианская впадина», которая вот есть на альбоме «Учитесь плавать», и как она появилась, потому что она довольно необычна даже с точки зрения необычных композиций у группы «Центр». У меня была идея написать какую-нибудь песню вот о «Марианской впадине» как самой глубокой точке мирового океана на Земле. И постепенно у меня сложилась вот эта композиция, которая к моменту её записи на альбоме «Марианская впадина» была в таком разобранном виде. То есть у меня был текст, и у меня были вот такие аккорды на гитаре, то есть вот эта гармоническая структура, под которую я вот произносил вот этот текст. То есть начало текста я написал сам. Вот это «Марианская впадина». Всё, что касается «Марианской впадины», это мой текст. Также я использовал монтаж стихотворения Игоря Северянина «Ананасы» в шампанском и стихотворения Николая Гумилёва. Вот эти строчки. «И кажется, в мире, как прежде, и страны, куда не ступала людская нога» – это Гумилёв. Вот эта часть трёхотерапланов, беги автомобилей и так далее – это «Северянин». И когда мы стали её записывать, то есть я сперва показал музыкантам, что вот есть такая идея, вот есть такая композиция, и у композиции не было какой-то чёткой структуры, типа там вступление, припев, проигрыш, ещё что-то. Ну что, вот как обычно, структура песни существует. И как-то вот когда я её играл, первый раз показывал в таком разобранном виде, каждый, кто её слушал, что-то добавлял своего. Вот Юра Иванов, значит, играл на басу, гитары. И в этой студии у Андрея Пастернака к тому времени, он уже работал в такой нормальной студии, и там стоял хороший концертный рай. И кто-то, значит, там что-то на клавишах, на рояле, или бил по струнам, а с открытой крышкой вот эти струны рояльные уже внутри рояля. И когда я вот это демонстрировал, ребят как-то так что-то добавляли, у меня появилась мысль, что а вот она и готова. То есть вот такая какая-то абстрактная, полуразобранная, полуимпровизационная композиция основана на таком текстовом монтаже стихотворения Северяйна Гумилёва и моей темы «Марианской впадины». А из-за того, что у меня всё-таки была какая-то аккордовая структура этой композиции, там, значит, по тексту менялись аккорды, тоже какая-то песенная всё-таки форма существует, хотя довольно-таки отдалённо. И мы решили её прям так и записать, вот как мы её пробовали, вот каждый что-то своё добавляет. И в момент записи у Юры Иванова как-то пошёл такой очень-очень мощный бас, вот такая мощная гитарно-басовая партия. И как-то вот всё это держится вот на этом басовом импровизационном исполнении Юры Иванова, причём в песне нет никакой ни перкуссии, ни ритм-боксов, ничего нет. Вот. А драйв есть. И вот этот драйв создал как раз Юра Иванов вот в момент записи непосредственно этой песни. И мы не знали, что получится и как получится. И вот получилось очень удачно, на мой взгляд. Вот. Ну, говорить о музыкальном материале того или иного альбома можно достаточно долго, но мне кажется, что лучше всего просто взять и переслушать лишний раз. Вот. Тем более, что он есть на различных музыкальных носителях, на порталах, серверах и так далее. У меня он, кстати говоря, есть в оригинальном издании на компакт-диске. Ещё раз, вот, есть такое хорошее словосочетание, пользуясь случаем. Хочу тебя, Вась, поблагодарить вот за то, что ты как-то переслал, ну, относительно недавно или давно уже теперь, не знаю, переслал мне сюда, в Австралию, несколько компакт-дисков группы «Центр» через нашего одного очень хорошего с тобой общего знакомого, это Шура из группы «Би-2». Он как раз в тот момент был такой период, когда он циркулировал достаточно регулярно между Москвой и Мельбурном. Вот он мне их сюда привёз, эти диски, и среди них был «Учитесь плавать». Вот я теперь имею возможность иногда их слушать. Вопрос. Что из альбома «Учитесь плавать» входило в концертные программы группы «Центр»? Ответ. Ну, в 80-е годы, как уже вот упомянул Виталий, мы играли песню «Ритм», которую Виталий и пел на концертах, мы играли песню «Учитесь плавать». А уже в более поздние годы, ну, допустим, там, в 2010-х годах, время от времени мы в концертах играли вот эту довольно такую медленную композицию, которая называется «Лирикой всё, что звучит». Вопрос. Концепция «Учитесь плавать» или вот само выражение «Учитесь плавать», что оно для вас значит? Ответ. Ну, во-первых, песня «Учитесь плавать» – это песня Евгения Головина. Зная Евгения Головина и его взгляд на мир, можно сказать, что «Учитесь плавать» имеет какое-то такое эзотерическое значение, метафизическое значение. А для меня вот сам термин «Учитесь плавать», и вот когда мы его записывали, этот альбом, и дали альбому это название, то это что-то типа строки, изображённые на советском плакате. Ну, например, когда я учился в школе в Измайлово, нас нередко возили в такой дворец водного спорта на улице Мироновской, это где метро «Семёновск», по-моему, до сих пор уж и есть. Вот, и там на входе висели разные такие советские плакаты, и там были плакаты «Учитесь плавать». То есть такие советские плакаты, которые висели повсюду, на которых было написано «Уходя гасите свет», «Не стой под стрелой», «Мойте руки перед едой», «Пьянству бой», «Ночь работе не помеха», «Летайте самолётами аэрофлота». Вы слушали выпуск подкаста «Трамвайное депо» о альбомах группы «Центр», «Цветок и мотылёк» и «Учитесь плавать», которые вышли на одном компакт-диске в серии переизданий магнитофонных альбомов группы «Центр» на лейбле «Союз Мьюзик». Этот компакт-диск вышел в 2009 году. Спасибо Виталию Чурилову за участие в этом выпуске подкаста, а также всем, кто прислал вопросы по альбомам «Цветок и мотылёк» и «Учитесь плавать». Если у вас есть вопросы по теме подкаста «Трамвайное депо» о творчестве группы «Центр», вы можете их присылать на почтовый адрес в «Трамдепо собака.gmail.com». С вами был Василий Шумов, подкаст «Трамвайное депо». Спасибо за внимание, всего наилучшего и до новых встреч в «Трамвайном депо». и до новых встреч в будущем,